нам нужна библиотека м похоже вот так Так, ну допустим, мы её сюда скачали, что получается дальше? Он её не видит. А вот что значит точка слэш? Запустить файл, который находится в текущей директории. Какой? В текущей. Ага. А, понятно. Понятно. Не, непонятно. Так, сохранил, перезапустил, ага. Инвалид хэдер. Это типа с чем связано, что он не линуксовая библиотека, да? Наверное. Так, тогда... Какие-то готовые файлы? Я понял тогда, в чём дело. Сейчас, значит, нам нужно зайти в этот другой... Как он называется? Вот здесь у меня есть и линкс платформ. Надо скомпилировать под линукс тогда эту библиотеку. Сейчас сделаем. Так. Ты, кстати, Cloud9 пользуешься? Нет. Она бесплатная. Ну да. Она не предоставляет как бы полноценную виртуальную машину с root доступом. Вот. И там 512 мегабайт оперативки и 1 гигабайт жёсткого диска. и это бесплатно. Таких машинок можно создавать неограниченное количество. IP. А? Адрес IP. Там статический или динамический? Вот этот? Да. Ну, постоянный вроде как. Я не знаю, насколько он... В смысле, динамический. IP. Адрес. А, нет. Там через прокси делается. Там три порта, которые позволяют вовне. что-то выдавать. Вот. Но внутри самой машины можно все что угодно называться. Так. Значит, чё у нас там? Нужен терминал. Гейт статус. Чё у нас тут? Мы намастерим. Гейт пол. Гейт статус. Загрузился. Всё. Теперь нам нужен это. Кирнал, значит. Так. Открыть терминал здесь. И make. Чё получилась? вот она библиотека. Так, значит, нам ее надо скачать и вот сюда вместо этой вставить. Ой, 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 ой. Наскачиваем, блин. Так, значит, это удаляем. Вот это вставляем. Ага, работает. Так, ну, значит, теперь надо это, в соответствии вот этому примеру привести. Вот эти все функции выполнить. Ну, тут есть, конечно, лишнее, вот здесь много всего необязательного. Сейчас, значит, нам вот эти функции надо. Так, полагаю, точек с запятой здесь нету. Точка с запятой, не изменить, не изменить. Так, а комментарий тут через этот, через решетку, да? Да. Так, комментарий через решетку. Ну, допустим, назовем это links. А чтобы объявить перемены, ничего перед ней писать не надо, да? Нет, просто имя. Так, ладно, это нам пока не надо. Так, соответственно, это переменные. Хотя можно было проще сделать. А что за IS-A? А? IS-A, это же какие-то... Это первая переменная, это первая связь, которая была создана. Так, значит, это... Ой. Это вот так. А тут равно есть вот такая, что... А, есть, да. Так, и... Чем еще надо? А, все, больше ничего не надо. Так. Финг есть, это все отсюда. Давай пробовать. Еще надо перед каждым именем функции поставить имя модуля. Как... А, точно, забыл. Так. Ага, выполнилось. Ну, правильно, мы ничего не печатали. Давай попробуем попечатать что-нибудь. А можно через запятую как-нибудь распечатать? Ну, да, через запятую просто указывать. Вот так, да? Да. Так. Идея, он должен выйти 1, 2, 3, 4. Потому что связи по порядку создаются. Да, выдал именно это. Ну, и, соответственно... Ну, в общем, он работает, короче. То есть, здесь вот 4 связи создались. Здесь мы обновили связь из N. Поменяли ее содержимое на вот эти. Source, Linker и Target. Ну, и, соответственно, удалили вот эту штуку. И вот после вот этой строчки первой, по сути, уже ни одной связи не будет существовать. Так, ну, в общем-то, похоже, все. Так, а что такое? Не надо. А, ну, вот, видишь, файлик создался. NDP Links. 8 килобайт. Ну, грубо говоря, там только заголовочная информация. Вот. Ну, в общем, все работает. То есть, можно экспериментировать. По идее, вот эта штука должна быть публично доступна. Ссылка. То есть, ты тоже можешь открыть, смотреть файлики и даже скачивать. Глянь. Попробуй там ткнуть вот. А, мне требует регистрацию. У тебя, ты на GitHub зарегистрирован? Да. А? Да. Ну, нажми, там есть кнопочка «Вход» через GitHub. Да, так. Там такой котик должен быть. Угу. Получилось? Символу кота, короче, вот эту вот. Где он тут? Блин. Ну, короче, вот во вкладке... Нашел, да? Ага, нашел. Зашел. Смотри, вот, правая кнопка мышки по Python Test Download доступна. Попробуй скачать, он тебе должен архив сделать из этого. Все, скачался, хуйня. А? Скачалось. Ну, все, в принципе, значит, это должно работать на этом, на Linux. Вот, все. GitLink – это функция внутренняя, она менеджером памяти используется, ее лучше напрямую не использовать. Вот, она доступна, как бы, публичная, потому что это C. Вот, но лучше пользоваться функциями, которые определены в другом файлике. Сейчас. Ну, в общем, ты можешь задавать конкретный вопрос, как сделать там, например, то, что нужно тебе. Да, я тебе пример прям набросаю, и вот здесь же ты сможешь его посмотреть в будущем. Окей? Ну, все, ладно, тогда, если что, на связи. Ну, все, ладно.